Напомним, накануне по всей стране прошла 16-я прямая линия с Владимиром Путиным. В прямом эфире задать вопрос президенту удалось жителям старой Суртайки. Они просили сохранить малокомплектную местную школу, что является единственной на три деревни. Месяц назад у нас был сход села, где глава администрации района сказала, что школа закрывается. А у меня внук, два внука, которые старше идут, на следующий год в школу. А куда он пойдет, если школу закроет? Нам придется все продать и уехать отсюда. Я не хочу уезжать. Мы 40 лет прожили здесь. Если школу закроют, село умрет. К ответу на вопрос по видеосвязи подключился в Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Что касается школы, она у нас является филиалом. Она действительно малокомплектная. И есть вопросы по укомплектованию преподавательским составом. Тем не менее, в планах закрытия ее нет. Вероятно, какой-то сбой информации прошел на уровне тех руководителей муниципальных, которые собирались на сход и доводили информацию до жителей. Я пока делаю первые шаги в крае по вниканию в ситуацию, но очень внимательно эту конкретную ситуацию с органами местного самоуправления и, самое главное, с жителями села проведу. И вопрос будет решен. У школы есть будущее. После прямой линии с президентом Виктор Томенко направил старую суртайку в Рио заместителя председателя правительства края Надежду Капуру. В данный момент она изучает ситуацию на месте. Ее главная задача – организовать работу по подбору педагогов для полноценного учебного процесса. Час назад ситуацию по школе подробно прокомментировал в Рио губернатора Виктор Томенко. Об этом в вечернем выпуске.